Совмещала. Приходила из ЦГБ, брала ночные дежурства. Заведующий, каждый раз он меня как увидит на дежурстве, и постоянно он меня звал. Валентина Васильевна, идемте к нам. Вы живая, вы контактный, вы очень адекватный человек, вы все умеете делать, вы нам очень подходите. И вот уже 37 лет, как Валентина Афанасьева подходит к работе медсестры реанимационной бригады и к карете скорой помощи. Говорит, на подстанцию неизменно хочется возвращаться, потому что дружный коллектив, а каждый вызов – отдельная самобытная история. У Валентины Васильевны свои головокружительные цифры. Получается в среднем 15 вызовов за смену. Смена длится 24 часа. Если все это умножать, а мы сейчас это сделали, то получается порядка полутора тысяч вызовов за год. И наверняка какие-то остаются в памяти, оседают и никуда не деваются. Даже на убийство попадали. И пока велицы ждем, мы уже сами расследование проводим. Я говорю, это сосед убил. И точно он и убил. А еще были тяжелые ковидные больные с сатурацией в 35%. Разновидности наркоманов и алкоголиков, пациенты с анафилактическим шоком и поклонницы домашних родов. Муж в командировке, она со свекровью родила. И главное дело, и ходит. Мы говорим, вы чего ходите? Она говорит, да я уже второго дома рожаю. Знаете, разные вот люди есть. Разные дети и родители на участке у молодого специалиста, врача-педиатра детской поликлиники ЦГБ Диляры Хабибулиной. Как у вас дела? Все хорошо. Как моя? Нам уже 10 месяцев. Мы в 9,5 мы уже начали ходить. Отрывались от опоры и стали самостоятельно ходить. Диляра Халитовна практикует всего год. Между тем, на подведомственном участке около тысячи детей. 30 из них. Как 10-месячная Варя. Малыши до года. Провести осмотр в поликлинике и пройтись по домашним вызовам. Назначить лечение, отправить на вакцинацию и заполнить многочисленную медицинскую документацию. На все хватает физических и душевных сил. Помогают предшествующие месяцы работы в ковидном госпитале. Это на самом деле была лучшая школа для будущих медиков. У меня очень много одногруппников работали в ковидных госпиталях и не только этого города. Мы набрались практики, набрались уверенности, получили навык общения с людьми. И я еще раз убедилась, что хочу работать именно с детьми. Буквально через несколько дней, 19 июня, традиционно чествую медицинских работников. Они также традиционно в дефиците и среднее звено, и доктора практически всех специальностей. Впереди официальные торжества и высокие речи. А вот простое человеческое спасибо, можно сказать сегодня, сейчас, без привязки к календарю. В преддверии Дня медицинского работника хотелось бы поздравить всех, весь персонал поликлиники. И пожелать им всего самого доброго. Лечите детей, будьте сами здоровы. И, конечно же, пусть ваша доброта вернется вам втройне. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73.